Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем с вами прохождение Ведьмака 3-го, кровь и песок, ой, и кровь и вино, прошу прощения. Так, стоп, стоп, а чё тут прочитать? Ну ёптельмок. Пельмени, а, пельпольмерин. Понятно. Пельмени. Значит, надо пойти поесть. Как, мои красные, что ли? Да, мои красные. Геральт, что в меня? Ты решил стать странствующим рыцарем? Шутки в сторону, я тут работаю. Тоже будешь биться? Да. Ещё бы. Сейчас буду стрелять против Райанфарна из Аттера. Видел его минуту назад, страшно занят. Набивает себе нос фиштыхом. Вроде как, чтоб сосредоточиться. Это, наверное, не по правилам. Кто Нильфгардцу запретит? Послушай, хочу тебе кое-что сказать. На состязаниях в стрельбе твой поединок попадает на такое время, что солнце будет светить в глаза. Да мне без разницы. Ну, приятного в этом мало. А раз уж тебе всё равно ждать, сыграй со мной в гвинт. Выиграешь, я с тобой поменяюсь. Я южанин, солнце мне не помешает. Я не умею в гвинт играть. Спасибо. Может, в другой раз. Ну, ты лишил меня забавы. Ну, хоть будет мне на что посмотреть. Думаю, сейчас уже появится госпожа Вильера. Привет вам, благородные рыцари. Мне выпала почётная обязанность стать покровительницей турнира. Сражайтесь достойно, дабы я могла почтить одного из вас наивысшей наградой. Вы принесли торжественную клятву, укрепили своё тело и дух. И вот настал час выйти на арену. О чём мы говорим? Перед вами Хорм Акерспар, принц Мехта, брат его императорского величества и первостатейный смельчак. Он выбирает своей целью только голубые щиты. Против него новый участник, неизвестный прежде, рыцарь Геральт из Риви. Поприветствуйте нас. Ну, типа привет. И его целью будут только красные щиты. Пусть победит лучший! Да-да-да-да-да! Сука, я тебе сейчас жопу надеру. Наверное. Четыре-три-два-один. Давай-давай-давай-давай. Половину всех целей ведьмак убирает стороне. Суждено ли ему выиграть? Конечно. И скерпеть поражение, как многих. Где еще? А, вот. Это упавший. Ну, в принципе, здесь легко. Геральтом в пух и прах разгромлен противник. Повержен, будто бы он грешник богопротивный. Ух ты! Детка! Пойдем погуляем. Вот награды, рыцарь. Арбалет с твоим гербом. Поздравляю. Благодарю, госпожа. У меня сильно дрожит медальон, а это означает одно. Магию. Боюсь, мое объяснение тебя разочарует. Все дело в духах. Их делала для меня моя чародейка. Так, так, так. Приграть такому противнику, как ты, в каком-то смысле, тоже победа. Прими мои поздравления. Благодарю. Пошел вон. Хорошая работа. Я тем временем узнал, какой шатер занимает госпожа Вивьена. Может, найдешь там какие-то следы? Ты прав. На Вивиене лежит какое-то проклятие. Я почувствовал это, когда она открывала турнир. Значит, не будем терять времени. Пойдем. Да, идем. Вот ее шатер. Загляни внутрь, а если кто-то подойдет, я за ухо и усовой. Так. Ух ты. Явные следы когтей. Не знаю, кто их оставил. Он очень крупный. Глаза твои голубей. Как лента. Баночка маскирующей мази. Здесь очень сильная магия. По-моему, это приходил к ним к ней этот Вамир. Одежда исключительно темно-зеленая и золотая. Видно, не только иен помешану на цветах. Так, что-то такое. О, вино. О, картину. Три картину повесим. Наизанская соль. Ммм. Из нее делают компрессы. Кто-то идет. Быстрее. Я не все еще посмотрел. Ты должен был заухать. Позже поговорим. Идем скорее на турнир. Второй этап уже начинается. Господа, чего вы ищете в шатре дамы? Вдохновение? А ну пошли вон отсюда! Что вы там делали? Мы по вопросам турнира. Ничего особенного. Я все так гремлю. Я надеюсь, я на плотве поеду. А то мне дадут какую-нибудь клячу. Храбрые рыцари, благородные дамы. К нам прибыл цвет рыцарства лучший самый из дальних краев все с великой охотой прибывают потешить себя благородной работой. Проверим же, все ли участники с нами. Их имена воспевать мы готовы гадать. Пальмерин барон Лонфаля. Линос из Митины. Райнфарн из Сатре. Хор хор макер спар из Мерта. Данимир из Труа. Ги-де-Буа-Фесне. Рыцарь княгиня Анариетты. Дельвин из Крижо. Граф Тайлес из Дорн-Дан. Анси принц Лирии и Риви. Геральт из Риви. Бурные аплодисменты Грегуару де Гаргон. Славный молчащий рыцарь, чемпион прошлого года. Победитель этого года, дабы подтвердить свой триумф, сойдется в яростной схватке с рыцарем Грегуаром. Чьё-то невежество требует, чтобы я комментарий оставил. Вижу, придется напомнить вам суть наших правил. Как ты смеешь участвовать в турнире для благородных рыцарей? Пошёл в жопу. Моя мать, королева Лирии и Ривии Мева произвела тебя в рыцари, а ты бежал из её войска через несколько дней. Твоё участие в этом турнире оскорбляет меня. А твоё оскорбляет всякий хороший вкус. Если ты уже закончил, отойди, принц. Гомосек. Вот королева турнира Вивиэнна, что вдохновит вас на бой непременно. Привет вам, доблестные рыцари. Пусть моя милость ведёт вас, указуя дорогу чести, мужества и славы. прими пожелание счастья, рыцарь, и сосредоточь все свои силы на турнире и только на нём. Ваш час настал, пришпорьтесь, как уна, но чтоб вперёд пробиться, удача вам нужна. Благородные дамы и их кавалеры, туча всадников резвых, ретивых без меры, обгоняя друг друга, помчится сейчас. Таково развлечение для страждущих масс. Пред нами славный Геральт промчится во весь дух, скакунь его, как ветер, а силы в нём надву. Ну что ж, так, зажмите кнопку атаки, чтобы перейти в замедленный режим. Ага. Так, ну ладно, я, в принципе, это второй, а, третий раз буду проходить, первый раз я зафейлил, второй раз у меня получился. Надеюсь, сейчас тоже получится. Так. Сложноват, конечно, по этим целиться. Ну-ка. Отлично. Так, ну вот эти вот самые простые. Давай-давай, голубим, голубим. Проблема у меня была с мечом с этим. Трудно очень попасть. Так, тихо, тихо, давай. Давай-давай-давай-давай. Во! Вот всё. Пипец. Началось. Мечо я наточил. О, не все было. Пошли-пошли-пошли-пошли-пошли. Стоп-стоп, быстро. Ух-ух-ух. Так, ну здесь изи. Голубим, голубим. Давай, быстро-быстро. Так, вот, опять. Так, отлично. Отлично-отлично-отлично-отлично-отлично. Опять. Есть. Нет, 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 пожалуйста. Так, сюда. Голубим. Так, здесь вроде просто... Опа, вот она. Да. Попали. Отлично. Давайте по короткому маршруту. Так, отлично. Так. Так, отлично. Отлично-отлично-отлично. Идём. Так, вот это вот говно. Давай. Нет! Сука. Да бля! Сука! Говно, блин. Всё вроде, да? Справится ли он? Последим же, пока нам дорога видна. Неудобно. Бошки отрубать. Скажем. Как средь прочих всаднику нет равных. Великолепная езда. Наездник приз добыл по праву. Он настоящая звезда. Чтоб почтить нам героев и рыцарей славных, на перу веселиться, будем вместе исправно. И гостей угощаем отличным вином. все на праздник бегом вот твоя награда седло с твоим чего все стихоплю и спасибо нет это не мальчишество поздравляю с прекрасной победой это было невероятно я уже не жалею что сам не смог участвовать почти за это надо выпить идем на пир подождем вивиену вместе согласен так и мне еще надо всех мочить потом до останется и что скажешь о вивиене красота необычайная я не это имею в виду еще рано делать какие-то выводы я выяснил что она использует сильные маскирующие иллюзии это значит что на самом деле она может выглядеть совсем иначе это только домыслы вивиена еще не скоро появится давай выпьем да почему-то нет за бивиену я надеюсь ты сможешь ей помочь за бивиену когда я впервые ее увидел то понял о чем говорят все эти прекрасные стихи и баллады любовь не только поэзия иногда она бывает отвратительно прозаической ты говоришь так потому что не знаешь вивиену жизнь с ней было бы райской сладостью и сам ты и как следует ты чё раскидываешься сука твое присутствие на турнире оскорбляет мою честь я требую удовлетворения тогда тебе в ближайший бордель я вызываю тебя на конный поединок на главной арене да пошли если тебе это так важно я к твоим услугам я тебе горько пожалеешь что дезертировал из войска моей матери так как когда я дезертировал ты сука бля смоет пролитой мной кровь твою трусость так сразу же разберемся по-быстрому 3 2 1 быстрее а чё делать надо никак вы блять не научитесь у нас сока не научишься никак ах ты падал на тебе падала ты чё там пукал на тебе ах ты падал на тебя еще последний удар и ты трупешник сучка на лови не знаю за какие грехи но боги покарали меня поражение только не думай что твоя трусость будет забыто зараза ты опять за свое давай разберемся раз и навсегда я должен был покинуть лагерь твоей матери потому что один человек ждал моей помощи я не мог и не хотел ему отказать то есть ты отправился с тайной миссии присягнув никому не открывать ее сути пока не достигнешь цели более-менее так не считая присяги и того что я по-прежнему не хочу открывать сути этой миссии такое объяснение тебя устроит ты согласился выйти против меня и вел себя по-рыцарски я принимаю уверение человека чести я рад теперь я вернусь к работе отлично последний этс остался штурмбой Что-то такие. Ага. Тут мне жопу покажешь. Веселитесь на славу, но помните об испытании, что ждет вас завтра. Куда это она пошла? Иди за ней. Встретимся в твоем шатре перед испытанием. Помоги ей. Так, пошли. Так, мне откуда заходить-то? Что? Странно, я был уверен, что она здесь. О. Так, 14 локтей из окна. Так, это не то. О, вот она. Она птичка. Улетает. Попробую пойти за ней. Быстрее, быстрее, быстрее. Похоже, птица куда-то меня ведет. Быстрее, быстрее. Беги. Кабанчик. Вали кабанчик. А могу я свои доспехи одеть, а? О, павлин. Раскрой хвостик. Упс. Пантера. Че, сука? Так, ладно. Возьмем все. Извини меня. Че, че? Че так? Опять? Ты, суки, вы задолбали. А где она? Не пойму. Иди отсюда. Лучше не подходи. И ты тоже не подходи лучше. Зарежу. И тебя зарежу. Зарежу. Так, где ты? Пошли. Полетели. Куда ты меня ведешь? Птица улетела за холм. Быстрее будет пройти через пещеру. Ну, конечно. Че, с пещерой. Так, я давай переоденься, блин. Вот. Триндец. Вот так вот надо. Так. Бомба. А где у меня для лошади? Дофига мне там давали всякие доспехи. Че-то не пойму. Народ. Прочие. Где у меня для лошади? А, вот, наверное, да? Так, у меня это Сидвор, Рыцарь, Геральт и Изрига. Так. Плюс 90 энергия. Плюс 80 энергия. Конечно, тогда вот это вот. Здесь 65 энергия. Это плюс 5 дополнительный опыт за смертельный удар по чудовищу. Смертельный удар по чудовищу. Дополнительные травы. Плюс... Че за травы? 45 энергия. Так. 23 лошади. Надо продать это, кстати, все. Фигню. Тарп чудовища. Давайте вот это вот. Опа. Я так и знал, что меня тут всякое колено ждет. Гори, сука. Гори, 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 гори. Так. Ну, раз мы сюда зашли, давайте попробуем... Опять, что ли? Сохранись на всякий случай. Так, а я здесь можу помедитировать с часочек? Птицы нигде не видно. Ильин говорил, что Вивиена любит гулять ночью на поляне в лесу. Может, она и сейчас там? Так. Блин, походу, я зря это сделал. Сейчас промедицировал. Так. Дождаться полуночи и найти поляну в лесу. Ну, это у нас солнце, да? Окей. Нух ты. Голенькая? Опа. Есть птичка, прикольно. Ведьмак. Госпожа Вивиена, ты рассчитывала, что я погибну? Да. Думала, ты такой же, как эти рыцари. Любитель турниров, бессильный против настоящей опасности. Я ошиблась. Ты часто бываешь на этой поляне? Ты прав. Здесь все началось. Раз уж я не смогла от тебя укрыться, то хочу, чтобы завершилось все именно здесь. На этом месте. И без свидетелей. Что завершилось? Ты ведьмак. Тебя наняли меня убить, верно? Так что сделай это сейчас. И побыстрее, прошу тебя. Я не стану сопротивляться. В ведьмаке охотятся только на чудовища и то не на всех. Ты не чудовище. Кто же я тогда, по-твоему? Скорее всего, ты была проклята. Еще не знаю, кем и почему, но надеюсь это узнать. Подожди, я не понимаю. Раз никто не давал на меня заказы, то откуда этот интерес? Гильон тебя натравил? Он хотел помочь и попросил меня об услуге. Но если я могу тебе помочь, я и сам сделал бы это с удовольствием. Почему я должна тебе доверять? Мне доверяет княгиня, я тоже выродок. И такие случаи для меня хлеб насущный. Выбирай, что больше нравится. Ты не используешь мою историю против меня? Пообещай, что никому не расскажешь. Тебе нечего бояться. Я хочу тебе помочь и ничего никому не скажу. Если только не решу, что без этого не обойтись. Хорошо. Я повторю, что мне когда-то рассказывала мама. Когда она носила меня под сердцем, они с отцом часто проводили время на опушке леса, на этой самой поляне. Мама обожала пение Иволги, гладила живот и говорила, как бы я хотела, чтобы моя доченька была так же прекрасна, как эта птица. Но в лесу жило существо, которое завидовало счастью моих родителей. Однажды оно явилось и сказало, что весь лес принадлежит ему, и никто не смеет здесь радоваться без его соизволения. Чудовище захотело платы, а когда родители сказали, что у них ничего нет, ответило, что заберет их нерожденную дочь. Родители описывали это существо? Они называли его нимфой, рожденной в чаще леса, без матери и отца. Но когда все началось, я была слишком юная и несчастна, чтобы расспрашивать. Что случилось потом? Сначала ничего. Я родилась обычной девочкой, и родители забыли об этом происшествии. Но когда мне исполнилось 15, начало проявляться проклятие. Сначала только в полнолуние. А теперь дошло до того, что даже днем я использую магическую мазь, чтобы выглядеть обычно. Поэтому я подумала, что мой секрет раскрыт, и тебя наняли меня убить. На самом деле, когда я шла сюда, я уже примирилась со смертью. Может, лучше умереть, чем обратиться навсегда. А я думаю, что грозит мне именно это. Возможно, проклятие получится снять. У меня был случай с бароном, которого обратили в Баклана. Я смог полностью его излечить. И ты смог бы сделать то же самое со мной? Ничего не обещаю. Твой случай очень сложный. Ты была проклята еще до рождения. Кроме того, как ты говоришь, симптомы прогрессируют. Можно попробовать перенести это проклятие на другого. Что? Это исключено. Я не стану подвергать опасности невинной жизни. Это единственный способ? Единственный абсолютно безопасный. Значит, есть и другой? Ты так категорично отвергаешь помощь? Перенесенное проклятие будет действовать гораздо слабее. Даже слышать об этом не хочу. Есть и другой. Древний ритуал с использованием яйца Иволги. Он должен навсегда освободить тебя от проклятия. Но может иметь для тебя очень серьезные последствия. Последствия? Какие? Чары наложили еще до твоего рождения. Ритуал перенесет проклятие с тебя на невылупившегося птенца Иволги. А ты освободишься. Но возможно, ты проживешь ровно столько, сколько обычно живет Иволга. Семь ли? Капец. Понимаю. Не бывает розы без шипов. И счастливого конца тоже не бывает. Но я даже о таком не мечтала. Идя сюда, я была готова к смерти. А ты хочешь дать мне семь лет настоящей жизни. Это нетрудное решение. Я согласна. Конечно, согласна. Без колебаний. Понимаю. Но пока рано принимать решение. Подумай еще. Подумаю. Меня, наверное, уже ищут на турнирном поле. Возвращаемся? Так ночь на дворе. Так, а здесь побуду. Че мне здесь делать? Да, давай вернемся. Но разве ты... Ах, правда. Не могу же я появиться там в перьях. Подожди минуту. Это что за озеро такое? Ты можешь контролировать свой облик? Нет, но я обнаружила, что вода из этого пруда помогает. Действует недолго, но всегда. Хм. Интересно. Интересно. Я одежду где-то уж достал. Ты что-нибудь узнал? Да. Ну так говори же, ведьмак. Я с ума схожу от беспокойства. Что с ней? Она просила меня сохранить тайну. Но я желаю для нее только лучшего. Может, я смогу как-нибудь помочь или хотя бы утешить ее. Так. Левиена открыла мне свою историю по секрету. Я поклялся, что никому ее не повторю. Но я же не абы кто. Я бы все для нее сделал. Это я попросил тебя ей заняться. Ты не можешь меня вот так отстранить. Могу. Мне очень жаль. Думаю, со временем Левиена поймет, чем тебе обязана. А пока что просто запомни. Не весь мир вертится вокруг тебя. Не смей меня поучать. Не такой помощи я от тебя ожидал. Еще и место свое уступил тебе на турнире. Теперь вот жалею. Ты вообще состязаться собираешься? Или ты договорился с Левиеной у меня за спиной, до турнира тебе и дела нет? Хм. Я не меняю принятых решений. Я приму участие в последней схватке. Левиена все равно занята до конца турнира. И верно. В таком случае, встреться с остальными рыцарями из твоей дружины. Они сейчас у входа на арену, недалеко от учебного поля. Так, так, так. Спасибо. Сейчас будет махач. Мы уже знаем состав обеих команд. Я капитан твоей. Это значит, что во время боя ты должен слушать меня. Ясно? Дружину противника поведет Пальмирин Делонфаль. Этим боем мы вспоминаем битву 218 года под Лисими Ямами, когда разбойничая Ватага Южан под началом Халлора Бурова напала на Туссен, а рыцари отбили атаку и тем создали прецедент. С той поры странствующие рыцари стерегут границы княжества. Пальмирин вытянул короткую соломинку. Значит, его дружина будет за варваров. Вопросы есть? А магией могу пользоваться? Нет. Не думаю, что ты нам хоть на что-нибудь сгодишься. Ты понятия не имеешь о рыцарском поединке. Но постарайся не мешать. Время пришло, судари мои. Берем оружие, выходим на арену. Мочи козловку. Арена представляет командные бои. Покажут две дружины умения свои. И мира здесь не будет, пока одна из них на землю не повергнет соперников своих. К тому же добродетель в сражении не указан. Пускай навеки проклят тот будет в сей же час. Раз я о всем об этом уже поведал вам, хочу почтить приветом цветник прекрасных дам. Эта битва решит, кто сойдется в финале. Остальным же в удел суждены лишь печаль. Блин. И начинаем. Более времени не теряем. Первый раз я зафейлил, блин. Я забыл, что здесь нельзя магией использовать. Да как блок ставить? Да почему, блин, он блок не ставить, сука, блин. Заебало. Да, блядь, бесит меня уже, сука. Пошел в жопу, сука. Шо в жопу, блин. Без жалости! Гроза, грозно! Я заставлю вас понести наказание! Че у меня там еще есть? Т. А если вы там смылись? Ну давай! Один готов. Один готов. Уйдите! Ты всех разочаровал, ведьмак! Пошел в жопу! Без жалости! Без жалости! Суки! Где еще? О! Куда? Эх, ну давай! Ах! Неожесточенных боев не видел свет, ведь бились на арене лишь те, в ком страха нет. Как в жизни победителем зовут лишь одного. Сегодня выиграл лучший. приветствуем его ведьмак геральт из риви он силой равен льву быть первым в каждом споре дала судьба ему в последнем испытании сразиться должен он с могучим грегором что ныне чемпион на той земле где славный турнира миф рождет а всех тех у кого уже сил не осталось ждут шатры и напитков божественных славность уже пора выходите на арену есть ли у вас какие-то пожелания или слова что следует передать родным если вас серьезно ранят да вроде нет спасибо обойдусь это геральт ведьмак он из ривии прибыл на бой но пускай не обманет всех вас его волос седой искушенный в бою удалец он и храбрый герой бля у меня не осталось у меня не осталось у нас дамы и господа наш победитель чемпион не имеющий себя разным не мой герой грегор де горго в жопу сказал в жопу иди эээ у меня чуть нечестно у меня меч сломался несколько слов от одного из наших спонсоров винодельни тухо пей тухо для крепости костей вино столовое вкусное здоровое шоу 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 па давай 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 чем не убили не убили и победитель турнира этого года победил грегора это невероятно виват геральт 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 он не геральт геральт как покровительница турнира я имею честь наградить победителя он не приносил никакой присяги и все-таки был верен рыцарским идеалам которые и привели его к этой блестящей победе он отличился большой отвагой силы и спокойствия сражался по рыцарски с честью поэтому ему по праву принадлежит титул чемпиона этого года нужно поговорить нужно поговорить не сейчас всем 2025 и вспыкать